Аварское общество Каралал, Каратин-Цеи, один из малочисленных аварских обществ. Самоназвание – Крди, но чаще они именуют себя поселением, в которых проживают. Живут они в центральной части западного Дагестана, в ущельях, образованных правыми притоками реки Ан-Диор, по отрогам северо-западной оконечности Богоского хребта, на высоте до 1800 метров над уровнем моря. Расселены авары, Каратин-Цеи компактно в нынешнем Ахвахском районе. Селения Карата, Анчих-Арчо, Думали, Рачебулда, Маштада, Верхний Инхёла, Ра Цейтль, а также Всел. Тукита и в Батлихском районе Всел. Нижний Инхёла, в советский период части их поселилась на равнине в селениях Сиух, Тукита, Хасавюртинского района и Всел. Козиюрт-Бабаюртовского района, в пределах этнической территории на севере и северо-западе авары Общество Каралал граничит с аварами Общества Батлихал, на западе – с аварами Общества Хваршинал и, на юге – с аварами Общества Ахвалал. Горные склоны в местах проживания авар Общества Каралал, в основном пологие, сложенные преимущественно известняками, с участками смешанного леса, главным образом хвойного. Выше и ниже линии лесных массивов склоны гор, покрытые прекрасным травостоем, изобилуют субальпийскими и альпийскими лугами. Множество родников, ручьев и рек характеризуют местность как влагобильную. Лето здесь жаркое и сухое, зима холодная и снежная, переходы от одного сезона к другому постепенные и плавные. Животный мир представлен турами, козами, кабанами, лисицами, зайцами и другие. Из хищников тут водятся волки, рыси, изредка забредают медведи, много куропаток, перепелов, диких голубей, водятся дрофы, фазаны, тетерева и другие. Особенности среды обитания предопределили хозяйственно-культурную специфику Авар общества Каралал, земледелие в данном регионе террасное, склоновое, неполивное, для скотоводства характерны периодические отгоны, перегоны скота, колесный транспорт проник сюда поздно, основной строительный материал – камень, но в строительных конструкциях видное место занимает дерево, в комплект народной одежды входят разновидности овчинных шуб. Аварское общество Каралал относится к западному варианту антропологического типа аварских народов. А они кавкасионы, типичные представители кавказского типа, говорят на каратинском диалекте андийской подгруппы аваро-иберийской ветви северо-кавказской семьи языков. В каратинском диалекте различают два говора. Собственно каратинский и тукитинский диалекты, последний в отношении говоров, целостный, занимает обособленное место. В каратинском общем диалекте выделяют также анчихский подиалект, а также арчовский, рачебулдинский, масштадинский, рацейтлинский и чабокоринский говоры. Большинство авар, каратинцеев говорят на русском и аварском языках. По мнению историков, на нынешней территории аварское общество Каралал проживает примерно с IX-VIII веков до н.э. Что же касается древнейшего периода, то его можно рассматривать только как часть процессов, социально-политических и хозяйственно-экономических, происходивших в то время на Северном Кавказе и в частности на территории сегодняшнего Дагестана. Как и другие области, территория эта входила в ареал формирования Восточно-Кавказской этнокультурной общности в ВИИ и ВЭТИС, до н.э. в период возникновения и развития раннеземледельческой культуры Северо-Восточного Кавказа. Археологические материалы и другие источники соседствующих регионов позволяют предполагать, что предки Каралал вместе с прочими во второй половине первого тысячелетия до н.э. Меры переместились сюда из южных регионов Закавказья, территории нынешнего региона Грузии, Кахетии, Ичара, Белоканской зоны. В 14-16 веках в результате активизации Хунзаха и Гидатли, которые вели работу по укреплению внутренних территорий и проводили меры по защите от посягательств на аварские территории соседей, в селе Карата была образована Нуциальская ставка. С этого периода Каратинский союз аварских вольных сельских обществ этого региона существовал уже как интегрированное с Нуциальским правящим домом в Хунзахе, этническое и территориально-политическое образование. Субтитры создавал DimaTorzok